Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! О том, чтобы ценить дары, труд человеческий, говорил еще Яна Москаменский. Вот здесь приведены некоторые его рекомендации. Дети должны знать свою одежду для будней и праздников, беречь и не пачкать ее. То есть, видите, экономическая составляющая здесь присутствует. Детям рассказывают, для чего людям нужны сундуки, шкафы, кладовые подвалы, замки и ключи. Итак, для чего это нужно, чтобы регулировать? Потому что, если возьмем деревни, особенно в те времена, в старые времена, там урожай хранился на целый год. И надо было сделать так, чтобы его хватило до весны. То есть, осенью собирали урожай. Его, кажется, много. Но как выделить все это? И шкафы, кладовые подвалы как раз служили для того, чтобы охраняли, а замки и ключи позволяли беречь не только от внешних врагов, но и в доме был кто-то, один человек, который занимался этим и выдавал порционно то, что нужно семье. Так, Марина Камильевна говорит, что есть только презентации. Возможно, скорее всего, да, вы смотрите с какого-то другого гаджета, потому что всем остальным слушателям видно и презентации, и видео, и слышен звук. Следующее. Дети должны узнать суть вещей для жизни. Вот это очень интересная фраза. Каждый человек может по-разному воспринимать его. То есть, у каждой вещи есть своя причина, повод. То есть, мы что-то, вещи-то сделали для чего-то. Но при этом, когда об этом говорит Яна Москаменский, то он имеет еще и вторую подстройку, что вещь служит человеку, но не человек вещи. И вещь, возможно, не самая главная, а есть еще другая вещь. Это нравственная составляющая. Дети с самого детства должны научаться избегать ленивого досуга. Вот это очень интересная вещь тоже. Ленивый досуг в наше время – это сидение за телевизором и за ноутбуком, когда сидят и бездельничают. На самом деле, дети все время играют. И эти игры, кроме того, что они развлекают, они еще и очень многому учат. А вот сделать так, чтобы обеспечить их обучающими играми, пожалуй, в этом и есть наша задача и цель нашей сегодняшней встречи. За последние годы издано огромное количество книг. Вот здесь несколько из них. Еще здесь, на этой странице, это только книги об экономическом воспитании детей, причем детей дошкольного возраста. Почему так решили? А потому что считается, что в 5-6 лет у ребенка формируется психологическая готовность. Он уже начинает понимать такие вещи, что выгодно, невыгодно, выигрышно или невыигрышно, успех, неуспех. То есть, когда у него вот это понимание идет, что он может выиграть, может проиграть, значит, работая с деньгами, мы тоже выигрываем или проигрываем. Если у нас есть накопление, мы можем что-то купить, то, соответственно, это выигрыш, если нет, то это проигрыш. Способность к осознанию волевой саморегуляции. То есть, с помощью воли они могут себе что-то разрешить, что-то ограничить себя в чем-то. Было сделано очень интересное исследование, ему уже лет 40-50, наверное. Детей, дети в комнате играют, заходит психолог и сообщает человеку, воспитатель, что ребята, вот здесь есть зефирки, вот кто сейчас есть, и тому достанется по одному. Если вы дождетесь, пока я вернусь, тогда каждому будет по две зефирки. И что получается? Друзья мои, скажите, есть ли посторонние шумы, которые вам мешают? Да, да, секунду. Мы сейчас это поправим, это у нас соседи начали работать, мы сейчас сделаем так, чтобы этот звук прекратился. Так, еще минутка и все, уже не первый раз. Нет, в прошлый раз их не было, соседи, в прошлый раз мы договорились. Все, уже пошли этот вопрос решать. Что же, дорогие товарищи, значит, друзья, и способность к осознанию воли, и что получилось с этим экспериментом? За детьми наблюдали, причем наблюдали не только те пять минут, и по жизни спустя пару десятков лет. Значит, не те дети, которые дожидались, пока придет взрослый человек, воспитатель, перенесет по две мармеладки дополнительные выигрышные призовые, эти дети занимали себя чем-то, они про себя читали стихи, думали, смотрели, отходили. У них проявлялась волевая саморегуляция, у других нет. И что получилось в итоге? В итоге получилась такая история, что лет 20 спустя те дети, которые проявляли волю, держались, то есть умели отсрочить свое маленькое удовольствие, эти дети во взрослой жизни были более финансово обеспечены. Да, Людмила Борисовна, презентация доступна, и вы можете ее скачать, конечно же. Получается, что волевая саморегуляция в финансовой грамотности человека имеет огромную роль. И следующее, что учитывают психологи, авторы и составители программ, то, что готовность ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. Но это то, что касается психологической готовности. Готовясь к этой теме, я общалась с разными людьми, пересмотрела разные интервью и полемики на эту тему, нужна ли финансовая грамотность, такая программа, такое обучение детям в детском саду. Не приведет ли это к меркантильности некоторой? И знаете, что было ключевой фразой, что прежде чем... Чем давать финансовое воспитание, нужно дать нравственное воспитание. Вот такое важное замечание. Для чего вообще-то нужна финансовая грамотность? Показать ребенку важность труда. Ознакомиться с миром профессий. То есть показать, что есть разные профессии, люди занимаются разным трудом. Мы используем этот труд, то есть то, что мы вокруг имеем, это результат труда другого человека. И что мы сами можем в дальнейшем, вырастая, дети сами могут работать в этих профессиях. И таким образом и делать людям добро. И за это добро, некоторую полезность, получать финансовые вознаграждения, что есть зарплату. Это учит беречь свои задачи и чужие вещи. Вот воспитать бережливость. Потрясающие слова, потрясающие вещи, но сейчас реальность очень интересная. Дело в том, что у детей очень быстро меняется в современном обществе интересы. И стали доступны огромное количество дешевых игрушек. Вот заходит ребенок в фикс прайс, и там все легко, все доступно. Что же получается? Очень странная картина. Противоречие. Дальше. Дать понимание основы экономики, семейных финансов и рациональное отношение к рекламе. Вот это очень интересная тема. Так. Да, как раз о программе Центробанка. И мы сейчас будем говорить. Вот это экономическое воспитание школьников. Программа, которую предложил Центробанк России и Центр реализации образовательной политики. Причем на это дело выделены огромные, несколько миллиардов рублей. То есть получается, если, как мне сказали, рубль с каждого гражданина России. То есть вы понимаете, какую важность дает этим программам. Данная программа, которая представлена Центробанком, состоит из четырех частей. Первая – это труд и продукт. Вторая – деньги и цена, стоимость. Насколько это реально? Третья – реклама. Правда и ложь. Ребенка научить верить или не верить. Полезные экономические навыки и привычные в быту. Идея восхитительная, если взять. Насколько она реализуема в детском саду – это еще большой вопрос. Тут есть у нас коллеги, которые занимаются, как раз имеют опыт работы с детьми. Интересны их мнения, как это влияет на общую работу. Итак, причины раннего обучения детей о замэкономике. Это, во-первых, почему вдруг решили заняться этой проблемой. Потому что закредитованность российского населения более 70%. Причем люди залезают в кредиты и не могут выходить оттуда годами. Они берут новые кредиты, чтобы покрывать старые и попадают в еще сложные, еще более сложные положения. Следующее. Низкая финансовая грамотность среди взрослого населения. Например, те же кредиты. Есть быстрые кредиты, которые имеют очень большие проценты. И часто люди берут просто потому, что не смогли организовать свое время каким-то образом. Это психологическое наследие советской эпохи. Советская эпоха привнесла в наши мозги, в наши умы некоторые мысли, которые очень вредно, плохо на нас повлияли. Позже мы придем к этому и конкретно поговорим. Ну, сейчас, если чуть-чуть намеком, то спекулянт. То есть человек, который продает, он спекулянт. Сейчас это бизнесмен. То есть не сейчас, а всегда это было так. Потому что люди доставали какие-то вещи из одного места, привозили в другое место и продавали, делали эти товары доступны хотя бы территориально для нас. Это способ реализации, с другой стороны, больших сумм налогоплательщиков. Насколько уместна эта программа, покажет время. Но то, что те люди, которые организовали эту программу, выручили огромные деньги за эту программу, за реализацию этой программы, действительно велико. Потому что, кроме того, что были потрачены такие деньги, часть учебников еще и продается и получаются хорошие наварки. Хорошие наварки. И насколько это нужно детям в детском саду. Самая большая проблема, знаете, у меня в чем? Скорее всего, потому что родителям-то нужно, во-первых, в первую очередь надо воспитывать, вот эту финансовую грамотность дать родителям. А именно те родители, которые находятся в Кабале, в закредитной Кабале, они как раз-то и не принимают эту помощь. Они не в состоянии ее принять. Говорят попросту, дайте мне деньги, я сам разберусь, как с этим делать. Вот Осипова Ирина Владимировна отмечает после прохождения курса. Как уже говорилось, значительно возросло нравственное начало детей. Родители отмечают, что уменьшилось число детских капризов по поводу покупки ненужных дешевых игрушек. Разнообразились и усложнились детские сюжетно-ролевые игры. Прекрасно, где можно познакомиться с... А, Елена Павловна, вот образовательная программа в свободном доступе в интернете можно скачать и посмотреть. Смотрите, в данном детском саду, в данном учреждении эта программа принесла очень хорошие плоды. Поздравляю. И здесь мы приходим в любом случае к одной очень важной вещи, что роль учителя очень важна. Нравственные мотивы. Воспитание из детских лет сознательное пользование, что предоставляется детям. То есть, чтобы дети осознавали, что они используют, как они используют, для чего они это используют. Воспитание и уважение к тем, кто проявляет заботу о них. То есть, вот в детском саду воспитатели, учителя, родители, даже та самая уборщица, которая устраивает их комфорт и опрятность вокруг, кухарка, которая готовит им еду. И тогда дети начинают это ценить. Если это происходит в игровой и познавательной форме, это действительно хорошо. Воспитание и уважение к тому, вначале к людям, а к тому, что дает им различные блага. Например, стиральные машины, что сделали? Они берегут наше здоровье. Они делают так, что мы меньше времени тратим на такой труд. И, конечно же, это экологическое воспитание. Чем меньше мусора мы будем по жизни производить и перерабатывать какие-то вещи, переиспользовать заново. Вот наши бабушки, они одежду переделывали, что-то для старшего было, обрезали и заново перешивали и одевались. То есть это ведь тоже, с одной стороны, экономическое, выгодное экономическое действие. С другой стороны, это еще и экологическое действие. И так... Ой, идет. Я просто пытаюсь читать в чате. Мы занимаемся детьми, оставшимися без попечения родителей в некоммерческой организации. Надеемся, результаты будут. Все, продолжают мешать соседям. Так. И следующее, к чему мы приходим, это одноразовые игрушки. Вот одноразовые игрушки имеют плохое... В том, что они дешевые, можно часто менять. Не жалко, если сломается, и дети почему-то приучаются, не почему-то, а прямым образом знакомиться с халявой. Хотя игрушки не сделаны халявно. Просто их сделали из дешевых материалов. Вот дешевые и выгодные. Вот это реальность, с которой встречается ребенок и обучение, которое мы можем давать. То есть, вот работа с рекламой как раз и помогает различить вот такие вещи. С одной стороны, они быстро ломаются. С другой стороны, вот этот вертолетик. Ребенок пять-шесть раз разберет, переразберет, и ему не будет интересно его разбирать. Да, он станет участником его игры. Он во время игры будет его использовать. Но это не значит, что этот вертолет вообще... Ну, он вряд ли будет еще переигрывать. Есть вот другие конструкторы игры, которые как конструкторы, как пазлы. Они позволяют работать с этим материалом. Они имеют хорошие обучающие действия. Но, с другой стороны, когда их слишком много, это тоже приводит к обесцениванию. Друзья мои, это программа, которая не Сбербанка, а Центробанка. Если просто сделаете финансовое... в Яндексе наберете финансовую грамотность для дошкольного образования или для детского сада, вам эти... будут представлены хотя бы обзор. Не полностью вся программа, но частями. А так, насколько я узнала из открытых источников, данная программа была разозвана во все регионы страны. И вы можете в своем метод-кабинете, конечно, найти программу целиком. Эту программу, она не обязательно. Учреждение само решает его включать в свою программу или не включать, когда и каким образом. Но вопрос лишь только в том, чтобы было... детям было более пяти лет. Так, читаю ваши комментарии. Проходит успешно, добавляем... Вот, проходит... программа проходит хорошо, успешно добавляем туда свои игры по финансовой грамоте. Идем дальше, друзья мои. И получается, вот в этой программе есть такая тема труд. Труд – это основная деятельность человека, источник, средств для его существования. Да, мы трудимся. Мы трудимся, чтобы построить себе дома. А мы трудимся, чтобы сделать... сварить тот же самый суп и еду, все что угодно. С другой стороны, мы понимаем, что предметы все, которые мы имеем, это тоже результат труда. То есть все предметы – результат труда. Вторая составляющая – это труд оплачивается. Мы делаем один труд для себя. Ну, если мы дома делаем, это обед готовим, оплачивается тем, что мы сами едим, его используем для своего использования. Но то, что мы делаем для других, это оплачивается. И деньги – средства оплаты труда, а также деньги – средства получения благ. То есть нам оплатили за наш труд, и мы эти деньги вложили в нечто другое, чтобы получить жизненные блага. Получается вот такое уравнение. Труд равняется деньги, равняются желаемые вещи и равняется радость. Потому что, если взять суть всей нашей жизни, цель – мы все хотим быть счастливыми, хотим быть радостными. В разных государствах нет цели выжить, есть цель быть радостными. И что мы видим? Можно сделать такое вот уравнение. Вещи равняются радостью. Деньги равняются радостью. Вот здесь уже вопрос встает. Да, вещи могут приносить радость, а деньги сами по себе, они нейтральны. Они не приносят ни радости, ни грусти. Вот нехватка может быть. Труд – радость. Труд, безусловно, радость, если вы занимаетесь любимым делом. Когда вы что-то творите и видите результат, даже до того, как вам оплатили его деньгами, вы чувствуете радость, потому что это нужность, это проявление человеческой личности. Вот если мы покажем детям, насколько приятно делать нечто хорошее, то это уравнение, пожалуй, самое яркое. Деньги равняются желаемые вещи. Да, если есть деньги, то мы можем запросто купить все эти вещи. Что получается? Вещи не равняется радость. Деньги тоже не равняется радость. Деньги не равняются желаемой вещь, потому что, с одной стороны, да, можем купить, но когда мы часто покупаем, они перестают быть нам желаемыми. Часто люди идут на спонтанные покупки или, как называется, шопотерапия. Они пошли в этот момент, получили удовольствие, и дальше эта вещь осталась или в гардеробе, или где-то дома, грузом, который перестало радовать. Но есть безусловные, одно изложенные ответы, что труд – это радость. Конечно, если это не является небалансным. То есть, когда человек много работает, а ему не платят, тут действительно нету баланса. Но на самом деле труд, который мы любим, работа, которую мы любим, приносит радость. И труд, да, равняется вещей. Благодаря труду мы создаем эти вещи, и благодаря труду мы можем получить эти вещи. Следующая составляющая – ценность и цена. Какие у нас в жизни есть ценности? Вот как раз здесь и есть та загвоздка, в которой мы говорили о нравственности. Есть такая ценность, как вера. Вера в людей, вера в Бога, вера в какие-то идеалы – это вера, религия. Следующая – свобода. Мы все хотим иметь свободу передвижения, свободу верования, свободу слова. Свобод очень много, свобода выбора. И она получается только у человека, который довольно силен. Свобода дается сильному человеку, пока человек слаб. И в физическом отношении, и в духовном отношении, и в умственном отношении, то свобода важна. И если мы даем понимание, знания, мы даем некоторую свободу внутри ограниченного пространства, это тоже есть свобода. Следующая ценность – отношения. Влияют ли финансы на отношения? Да, влияют. Хорошо ли это? Наверное, все-таки, если мы поставим на весы, с одной стороны, отношения с другой, финансы, то все-таки отношения должны быть важнее. Почему отношения важны? Вот об этом и надо учить. Безопасность. Следующая ценность – родина. Семья. Семья. Вот родина. Что ты сделала для родины? Самое большое, что человек... Самое главное, минимальное, что человек может делать для родины – это качественный труд. Что бы ты ни делал, сделай хорошо. И вот фраза, которая и есть – халява. На самом деле, халява – это было принято называть работу, которую человек делал вне завода, вне комбината, учреждения, в котором он работал. Он брал дополнительную работу, и это называли халявой. Хотя, вот это слово халявы еще и... А в нашем подсознании это сидит как некачественная работа. Вот понимание некачественной работы надо полностью убрать. Кстати, я недавно была в музее стекольного завода и увидела настоящую халяву. Оказывается, халява – это такая стеклянная ровная труба, из которой потом ее вырезали и расплавляя, получали, расправляя. Получали стекло оконное, ровное для зеркала, для окон, которые в дальнейшем использовали. Вот такая интересная история этого слова «халява». Оказывается, это совсем не халява, это очень хрупкая, тонкая вещь, которая в дальнейшем перерабатывалась. Ценность семья, ценность нравственности, дружба, справедливость. И, конечно, если финансы служат для всего этого, для улучшения качества веры, качества свободы, качества отношений, качества безопасности, качества своей родины, чтобы родина стала сильной, качества семейных отношений, нравственных качеств, качества дружбы и справедливости, то да, это очень хорошо. Поэтому, что бы мы ни преподавали, как бы ни преподавали финансовую грамотность, вот эти ценности должны быть соблюдены. И не нужно, чтобы с одной стороны было, вот на весы их ставить не надо. Финансы должны служить для того, чтобы приумножать вот эти ценности. Есть такое понимание мышления изобилия, мышления дефицита. Все советское время было мышление дефицита. Вот очереди это мышление дефицита. Если я не пойду, не получу. И помните про опыт маршмеллоу я рассказала. То есть мармелады, когда детям давали мармеладки, и кто-то получал, а кто-то мог ждать, дожидаться, а кто-то нет. Но знаете, что интересное? Как раз в разговорах шел разговор, что в 90-х годах была такая ситуация, что если ты успел взять, то ты съел, если нет, остался голодным. Наши предки, наши родители, недавние предки, всего лишь мамы, папы, бабушки, дедушки, видели войну, когда действительно был дефицит. Вот этот дефицит привел к крайним проявлениям какого-то ненормального мышления. Но если посмотреть на природу, она полна изобилия. Смотрите, вот этот большой подсолнух, в котором несколько сотен семечек, вырос из одной единственной. То есть мы посадили в землю семечку, и из неё вырос вот этот целый батат. То же самое, когда мы вкладываем труд, наш труд приумножает всё, что есть вокруг. Оглянитесь, пшеничку посадили, вырос стебель, и на нём сколько пшеничек. А дерево, которое плодоносит и даёт многолетние растения, много лет даёт нам плоды, которые мы используем в еде, мы пользуемся этим. Не это ли изобилие? И в детях важно вот показать, что есть изобилие. Сейчас, если мы говорим, вот интересную фразу сказали во время обсуждения, что по статистическим данным наиболее финансово грамотными являются семьи, где четыре человека, мама, папа, два ребёнка, а там, где больше детей, там менее финансово грамотные. Вы прислушивайтесь, вот эта статистика так называемая, она корёжит наше мышление. Мышление финансовой грамотности, казалось бы, сведение к тому, что если ты грамотен, то ты делаешь так, чтобы всё делилось поровну, то есть на двоих детей, и этого всем хватит. При том, что пытаются правительства любыми способами сделать так, чтобы восстановить демографический дисбаланс населения России, и вот слышать такие псевдо, я бы сказала, социологические исследования, было бы очень неверно, потому что есть много семей богатых, где более 5 и более детей. То есть это мышление никак не мешает. Развивать надо в детях на примере природы, что мы живём в мире изобилия. Россия, вот люди, жившие в России, мы, которые живём, уже несколько поколений переживаем глобальные финансовые травмы. Это революция 1917 года, когда всё дворянское имущество было уничтожено. После пошла коллективизация и раскулачивание. Это следующий этап. Великая Отечественная война разрушила все дома, имущества, людей, которые всю жизнь работали для того, чтобы создать себе какой-то капитал. Потом пришло... После этого долго отстраивались, пришла некоторая стабильность. И в 90-х годах дефолт. Смена денег. Это не голодные годы 90-е, когда не было работ, когда люди работали, и им деньги не выдавались. Выдавались то, что они производили, и никому оно не нужно было. Кто это продаст в своём городе, если бы вывезти куда-то, может быть. И вот как раз, помните, то, что осуждал спекулянт в советскую эпоху, вот как раз эти люди-продавцы нужны были в эти 90-е голодные годы, чтобы продавали эти товары, которые могли бы принести деньги и давать людям. Что получилось? У людей в наше время сформировались большие-большущие психологические травмы. И появились такие ограничивающие достаток, финансовый достаток, убеждения. Вот обучая детей финансовой грамотности, мы видим быстрый успех. Но будьте осторожны, чтобы не навязать свои установки, наши дедовские установки, которые мы принимаем за чистую монету, которые препятствуют людям добиться большей финансовой доставки. Это, например, деньги должны даваться через страдания и рабский труд, или тяжёлый труд. Кому-то, да, они даются через тяжёлый труд, но кому-то, тот, кто делает этот труд с любовью, кто любит свою профессию, для него этот труд не тяжёлый, и ему нравится. Есть труд физический, есть труд ментальный, есть труд творческий. И каждый из них имеет разную степень видимых трудностей. Следующая установка. Если мучений нет, значит деньги получены обманом. Вот это, конечно, самые знакомые. Все богатые, это хапуги, они у кого-то украли в 90-х годах, раскулачили всю страну и используют. Вот прямо вот такие разговоры, которые ведутся в семьях среди взрослых, у детей приводят к таким понятиям. Если человек богатый, значит он плохой, он хапуга или обманщик. И сейчас взамен этому пришла другая крайность. Богатый человек герой, а тот, у кого нет денег, он тупой, лузер или проигравший, называйте как хотите. Что же получается? Не должны мы в этой программе обесценивать людей. Вот обесценивание самое плохое, что может вдруг случиться в этой программе. Эту программу вы возьмете, прочитаете, посмотрите, сделаете по нему, как сказано. Я сейчас не хочу вам рассказать, как по ней работать. Там всё есть, вам объяснят намного лучше. Но я сейчас хочу предупредить о тех сложностях, с которыми вы можете вдруг встретиться, работая по этой программе. Дальше. Я чувство зависти к тем, у кого денег больше. Нам надо показать, что у детей, вот как избавиться от зависти. Дальше. Я очень много трачу в то время, когда вполне могу обходиться без половины купленного. Вот экономическое мышление. Но если она переходит в другую крайность, когда человек себя лишает, для того, чтобы вот эту копилку иметь, сохранять, копить деньги, то у него идут уже какие-то вещи. Следующее. Деньги любит счёт, а у меня всегда в них беспорядок. Вот такое мышление к чему приводит. С одной стороны, если человек сам себя программирует на беспорядок, с другой стороны, если здесь ещё и прикрепляется отрицательная эмоция, то он начинает себя чувствовать несчастным. И тогда получается, что деньги равняются счастью. Вот много денег человек счастлив, мало денег он несчастлив. Тогда даже когда деньги увеличатся, он не сможет насладиться, потому что он связал себя, ну, нестыкуемые вещи. Я не могу свести концы с концами, потому что родился или вырос в семье бедняков. Вот тоже отрицательный. Деньги в жизни не главное или главное. Деньги портят человека. Честным трудом денег не заработаешь. Стыдно быть богатым, когда вокруг столько нуждающихся. Вот это ещё одна крайность, которая иногда может привести нравственное воспитание. Когда, уже я говорю другую крайность, когда мы учим детям нравственное воспитание, нравственности, помогайте другим, делитесь. Если человек, не умея, не имея делиться последним, то это уже совершенно другая история. Если деньги есть, надо их сохранить на чёрный день. Да, милые мои, чёрный день действительно наступит, потому что наше сознание идёт к нему, цель направлена на какую-то радость, это действительно хорошо. Ну, здесь воры охотятся за богатыми. Зачем быть богатым, если вдруг меня могут обокрасть? И следующее ограничивающее обещание. Я всегда должен тратить деньги правильно. Мы никогда не знаем, когда правильно, когда неправильно. Да, говорят, если вам не дают нормальные проценты, не давайте денег в долг. Но когда просит кто-то родной, и ему нужно на что-то, на важное, на хоть и на здоровье, да, он не станет. И что? И я правильно распоряжаюсь деньгами, я так не поступлю. Получается, совсем другие милые. То есть, друзья мои, здесь важно, о чём говорят эти убеждения. Мы должны быть гибкими, и детей надо научить этой гибкости. Что же делать? Младшим детям информацию лучше не додать, чем слишком много давать. Да, я в этом убеждена. Почему? Потому что сознание у детей, подсознание, оно настолько умное, настолько развитое, что оно найдёт способ. Если они спрашивают, то это им интересно. И дети по-своему воспринимают информацию. Мы даём им одно, а не переваривать по-другому. До семи лет лучше воспитывать и нравственные ценности. И потом, на основе нравственных ценностей, финансовая грамотность будет без перекосов. Ни в одну сторону, ни в другую. Научить получать радость жизни вне зависимости от денег. Вот, полезные потом в обязаловку ведут. Могут поставить в обязаловку, друзья мои, вопрос в том, чтобы мы, учителя, понимали, как не сделать перекос. Как этот полезный, вот для некоторых это оказалось полезным. Почему? Давайте разберёмся, почему у кого-то полезное, а у кого-то он может оказаться очень вредным. Если по обязаловке человек не согласен с этой программой, он начинает работать спустя рукава. Или мне приказали, я просто делаю. А если человек, который любит это, он любит то, чем занимается, то он первым впрягается и пытается, он наблюдает. Сделал одно движение, смотрит, обратная реакция какая. Ведь давайте скажем, что первопроходцы, экспериментаторы, учителя, это те, которые постоянно проверяют обратную связь. Так, это пошло, хорошо, вот это так чуть-чуть сейчас изменяем и сделаем по-другому. И, конечно, надо научить детей радости жизни вне зависимости от денег. Научить думать, задавать вопросы и выслушать ответы. Методы работы, конечно, это сказки, сценки, эти динаматические игры, задачки. Финансовая грамотность человека сводится к некоторым вот этим параметрам. Заработать, сохранить, тратить, приумножить. Если это мы будем делать грамотно, взрослые, то дети научатся. И если мы, дети, будем говорить об этих вещах, то действительно, это тоже у них будет благосостояние. Ведь цель всей этой программы в том, чтобы дети в дальнейшем во взрослой жизни научились правильно распределяться своими финансами. Далее я хочу предложить вам вот несколько сказок, к примеру, если у вас еще этой программы нет, или даже если есть программа, как можно работать, говорить об экономике, ни слова не сказав о деньгах. В басне «Стрекоза и муравей Крылова» нет ни слова о деньгах. Но после того, как мы прочитали с ребенком историю, мы им задаем вопросы. А почему стрекоза замерзала? А потому что она не накопила себе еды, она не сделала себе домик, не нашла себе убежище. Хорошо. Как ты думаешь, муравей был счастлив летом? Вот это очень важный вопрос. И выслушать детей, как они расскажут. Потому что можно всю жизнь прожить накапливая, скапливая храня, но при этом не иметь радости. Как мог муравей получить и радость, и продолжать трудиться? Вот этот вопрос ключевой, найти баланс. Мы не говорим о деньгах, но мы говорим о жизненном балансе, и это тоже экономическая составляющая. Да, надо ознакомить родителей. Кстати, эта программа как раз для того и сделана, чтобы в дух родителей заинтересовались, и чтобы дети дома с ними какие-то вещи делали, и они тоже прислушивались. Дело в том, что вот если взять в обычной жизни, оказалось, как только человек начинал считать свои деньги, приходы и траты, то откуда-то, вот статистика показывает, что появлялись свободными 10, 20, до 30 процентов дохода семьи. То есть мы часто делаем спонтанные покупки, ненужные покупки, неполезные покупки. Следующий вопрос вот здесь. Почему стрекоза не трудилась, а только пела и танцевала? Потому что она считала это бессмысленным, с другой стороны. Ей казались тяжелыми те люди, те животные, те существа, которые трудились и не улыбались. Возможно, если бы она видела, как другой трудящийся человек улыбается, она подумала, что работать тоже интересно и радостно. Смотрите, какие интересные выводы им можно натолкнуть ребенка, что трудитесь с радостью. Делайте это с любовью. А только пела и танцевала. А возможно, она не знала, что будет зима. Что лучше, радоваться жизни и трудиться? И вот здесь дети задумываются. И можно рассказать историю из Библии про сестер Марфы и Марии, когда Иисус пошел в гости, и там была Марфа, которая храпотала, и Мария, которая внимательно слушала. И что сказал Иисус? Его больше по сердцу была Мария, которая слушала, которая в какой-то момент... Она что, была бездельницей? Нет, она весь день работала. Но в тот момент, когда она услышала нечто важное, она остановилась, чтобы услышать. Вот найти баланс, чувство времени. Вот это тонкое чутье можно в ребенке развить, если мы задаем вопросы после сказки. Вообще экономическую составляющую можно найти в любой сказке. Абсолютно в любой. Рассмотрим следующее. Смотри, поросенка. А какой поросенок самый веселый? Мы же говорим про того, который построил каменный дом. Вот он главный герой. А кто сказал? А тот веселый. А какой из них умный? С кем бы ты хотел играть? Да, с одним... Знаете, почему эти вопросы важны? Потому что, когда мы выбираем себе жен и мужей, кто-то выбирает веселых, а кто-то выбирает хорошо зарабатывающих, но им становится скучно, и они заводят любовников. Понимаете? Когда мы учимся балансировать между легкостью, радостью, игрой и серьезностью зарабатыванием денег, а не делаем его центром вселенной, тогда человек становится счастливым. Он меняется, ему нет нужды, чтобы супруга пошла налево искать кого-то плохого, кого-то другого, кто бы позволил почувствовать другие эмоции. То есть мы в свою жизнь должны внести и радость, и труд, и финансовую обеспеченность. Вот этот баланс, то есть переход из одной роли в другую роль. С кем бы ты хотел строить свой дом? Да, мы понимаем, с одним можно веселиться, а с другим работать. И ребенок начинает думать. А почему? Вот этот вопрос, почему? После каждого ответа можно задавать. В нашей жизни есть дома, есть дома похожие на соломенный домик? Конечно же, это палатки и так далее. То есть мы показываем, что соломенный домик тоже кому-то нужен, тоже для чего-то придуман. Есть же времянки, временные дома, где удобно использовать палатки. Даже есть целые люди, которые делают трейлеры машины на колесах, чтобы ездить по миру. И вот она интересная. Дорогие друзья, презентации здесь показаны чуть позже в ресурсах. Вам расскажет Павел Юрьевич, как легко его скачать. У нас осталось всего лишь 3-4, мы скоро заканчиваем. И рассказать про кочевые народы. Ведь кочевые народы живут в юртах. И почему? Потому что они переезжают. И когда мы об этом рассказываем детям, мы даем понимать, что да, и даже эти одноразовые игрушки, это не потому, что они некачественные, а потому что ими долго играть и не нужно. Их надо построить, собрать и перейти к следующему. То есть не потому, что люди злые, бессердечные. Поэтому, ну, можно взять другой, скажем, конструктор Лего, который можно сотни, десятки раз собирать. Он может быть немножко подороже, но надо копить деньги. Мы не каждый раз покупаем, занимаясь шопоголизмом или шопотерапией, заходя в магазин просто, чтобы насладить ее минутную свою радость. А накапливаем, чтобы в конце купить такую игрушку, которая бы нам служила дольше и меньше места занимала. Вот такие вопросы. Вершки и корешки. Недавно как раз я с племянником, мы читали эту сказку и обсуждали. Как ты думаешь, умно поступил мужик, который перехитрил медведя? С одной стороны, да, он хитрый. Ну, давай пойдем дальше посмотрим. А что чувствовал медведь, когда понял, что попал в просаг? Он обиделся, он разозлился, ему было плохо. А как ты чувствуешь, если бы ты почувствовал, если бы вот это произошло? Дальше. Как ты думаешь, медведь глупый? Да, он глупый. Почему? Потому что он не знал. А что, не знать – это глупость? Смотрите, плавно переходим к теме знаний. А медведь не знал. Почему медведь обманулся? Потому что он не знал. А как можно получить знания? А где можно получить знания? Знания дают школе. Хорошо, можно почитать, можно спросить, задавать вопросы, посоветоваться. С кем посоветоваться? Вот ты с кем бы посоветовался в первую очередь? А я с мамой. А я с папой бы посоветовалась. А если мам, папы нет рядом, ты в детском саду, тогда с воспитателем, а не с кем-то. Вот простые вопросы, которым ребёнок сам приходит. В обычной жизни он об этом не задумывается. И ему незачем задумывать. Но сказки на то и даны, чтобы задавать вопросы. Благодарю, Наталья Анатольевна, что вам полезные советы. Итак, смотрим. Как ты думаешь, на следующий год мужик сможет в тех краях что-либо посадить? Да он перехитрил. Он умницей оказался. Два года хороший урожай взял, обманул. И дальше что? А дальше с ним уже никто возиться не хочет. То есть вот эта хитрость, она на короткий срок, она не для долгих, долгосрочных отношений. И что? Ребёнок прекрасно начинает об этом понимать. О, хитрить и обманывать оказывается плохо. И как лучше поступать героем? И он ищет решение. А как они могли бы поступить? А как всё это сделать? С другой стороны, а как медведь мог узнать лучше о планах мужика? Ведь это мы люди часто попадаем в просад, потому что не знаем. А вот как раз это спросить самого мужика, другого, а как ты будешь с этим поступать? Игры. Мы можем играть в игры. Магазин. Это продавец-консультант, продавец-кассиры-покупатели. Вот продавец-консультант и продавец-кассиры – это разные люди. Например, раздать всем 10 по 10 монеток, купонов, пока совершенно не важно, какого они равного достоинства. И могут зайти и спросить, и спрашивают. А консультант рассказывает. Тогда мы понимаем, что вот этот консультант, он не как тот мужик из сказки-обманщик. А консультант задача – помочь человеку найти то, что он хочет. То, что ему будет приятно. Или вот «Как купить хлеб». Карточки или роли. У нас ведь были такие сказки, старые сказки, когда обменивали, через обмен человек получал то, что хотел. То же самое. Крестинин, несколько карточек. Крестинин, который сажает пшеницу, мельник, который перемалывает на мельнице, кухарка, месит тесто. Печник печет в печке. Можно карточки раздавать, а можно каждому сказать, вот ты такой, такой, такой. А теперь по порядку станьте. Кто первый стоит? И они видят, что даже простой хлеб, который у нас на столе стоит, за ним труд множества людей разных профессий. И это приводит как раз к уважению, к труду. Джон Дьюи говорил, главная цель обучения – научить думать, а не учить думать каким-то особым образом. Задавая вопросы после сказок, мы учим думать, а не думать так, как удобно, скажем, государство, государственные строи у нас менялись. При разных правительствах были разные интересы. Лучше развивать свой собственный разум и учиться думать самим, чем загружать в свою память множество мыслей других людей. И следующая, последняя цитата, мой последний на сегодня слайд – это «Конфуций». Есть три метода обучения мудрости. Первый – через подражание, и он самый благородный. Второй – через повторение, и он самый простой. Третий – через опыт, и он самый горький. Друзья мои, если мы хотим, чтобы наши дети были финансово грамотными, сделайте так, чтобы им легче было учиться. Это первый, самый благородный. Сами учимся финансовой грамотности, и дети, подражая, смогут это всё сделать. Ну что ж, друзья мои, на этом я закончила свою учебную часть. Вижу ваши благодарности. Я тоже вам очень благодарна. Во-первых, что вы присутствовали. Во-вторых, что вы активно участвовали в чате. Ваше участие, поддержка, конечно, даёт огромную помощь. И коллегам, которые работают по этим программам, тоже писали и отзывались. Ну что ж, приглашаю Павла Юрьевича для заключительной части. Он расскажет вам, для тех, кто ещё не смог скачать, как скачать слайды. И ещё расскажет, как вам получить сертификаты, каким образом приобрести. И ответит на ваши вопросы, если у вас будут организационные вопросы. Ко мне есть вопросы, друзья? Так, нет вопросов. Иван... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!